Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Зачало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, якоже есть писано во пророцах, «Се аз посылаю ангела моего пред лицем Твоим, и же уготовит путь Твой пред Тобою. Глаз вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стези Его». Бысть Иоанн крестяй в пустыне и проповедуй крещение покаяния во отпущение грехов, и исхождаши к нему вся иудейская страна, иерусалимляне, и крещахуся в сива Ярдане реце от него, исповедующие грехи своя. Бежий Иоанн оболчен в лосы вельблюжды, и пояс усмен отчреслег его, и еды акриды и мет дивий, и проповедаши глаголя, грядет креплий мене во след мене, ему же несем достоин. Преклонься, разрешите ремень сапог Его. Аз уба крестих вы в воде, той же крестит вы Духом Святым. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня пятница, 17 января. В этот день в храмах Православной Церкви Божественная Литургия не совершается, так как совершается богослужение Великих Часов. Каждый час, 1, 3, 6 и 9 читаются совершенно особенным образом. В нем совершается чтение, помимо известных нам трех псалмов, чтение отрывка из Ветхого Завета, чтение отрывка из Деяний Посланий Апостольских, и чтение евангельского отрывка. Поэтому в сегодняшний день, дорогие братья и сестры, мы рассмотрим то евангельское чтение, которое совершается на третьем часе. В этот день на третьем часе предлагается для нас евангельский отрывок от Марка, 1 глава, с 1 по 8 стих. Давайте послушаем, как это евангелие звучит на русском языке. Начало евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимская, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись развязать ремень обуви его. И я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Итак, вот такое Евангелие в сегодняшний день мы слышим в одном из тех богослужебных часов, которые совершаются в этот день. Итак, это начало Евангелия от Марка. План Божий идет далеко вперед, и здесь Евангелие начинает свое повествование довольно-таки необычно. Он начинает с пророческих слов. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Приготовление мира к приходу Спасителя». Вот о чем здесь идет речь. Вот кто был Иоанн Креститель, и в чем раскрывается его суть служения. Приготовление мира к пришествию Христову. Известный философ Сенека говорил так, что Рим – это помойная яма всех пороков. И действительно, случается и случилось так, что то время и то место, в которое приходит Господь, было именно тем временем, тогда, когда необходимо и должно было случиться тому, что совершилось. Человечество пришло в свой тупик, к своему тупиковому состоянию, из которого выводит его Господь. Состояние греха, нравственной распущенности. И все это разрешается той христианской солью, о которой мы однажды уже говорили. Итак, пред лицом твоим я пошлю ангела моего. Вот это и был Иоанн Креститель. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези его. «Явился Иоанн, говорит евангелист Марк в 4 стихе, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния, для прощения грехов». Иудеи, безусловно, знали и были знакомы с ритуальным омовением. Тертулиан так говорил, «Иудей омывался каждый день, потому что каждый день осквернялся». Крещение же, которое совершал Иоанн, оно было предназначено не столько для иудея, сколько для празелита. Празелитами назывались язычники, которые хотели принять иудейскую веру, но так или иначе они считались людьми отстраненными другого порядка, чем нежели чистокровные иудеи. И поэтому как раз таки для язычника требовалось подобного рода омовение, которое совершал Иоанн, то есть погружение всего тела в воду. Для избранного же народа этого необходимости в этом не было. Но вот здесь Иоанн Креститель как раз таки обозначает самый главный принцип того, что принадлежать только лишь избранному народу оказывается недостаточно, чтобы не оказаться в стане язычников. То есть вот это первая мысль, с которой выходит Иоанн Креститель. Крещение покаяния. Крещение покаяния. Крещение, оно всегда так или иначе было связано с исповеданием, с покаянием, а в покаянии здесь, разумеется, всегда три стороны. В первую очередь ты должен покаяться как бы с тремя личностями. В первую очередь должен раскаяться с самим собой, исповедаться самому себе. То есть признать и понять свои недостатки и ошибки. Понять какой я человек. Вот с этого начинается, скажем так, процесс покаяния. Ты должен осознать, что ты совершенно не прав, что то, что ты совершил, есть подлость и грех в отношениях к Богу и к самому себе. И вот это есть отправная точка. Второй момент покаяния связано с тем, что ты должен примириться с ближним. То есть исповедовать то зло, которое ты совершил в отношении окружающих себя людей и покаяться пред ними. То есть вот это тот второй момент и аспект покаяния, который существовал и существует. И третий момент, это, конечно, исповедание Богу. То есть вот такой комплекс покаяния он предлагается. И между прочим, стоит отметить, что то понятие покаяния, которое имели иудеи, оно никаким образом не отличается от понимания этого слова сейчас в христианстве. Что означает покаяние? То есть покаяние это обращение буквально в противоположную сторону. Если наш вектор, когда мы согрешаем, отправляется от Бога в противоположную сторону, то есть ко греху, злу, а начальником этого всего является дьявол, и всякий раз, когда мы согрешаем, мы становимся, выполняем волю дьявольскую, волю сатаны. Отсюда, раскаившись, осознав свое неправильное движение, мы обращаемся вновь к Богу. И здесь под покаянием, разумеем, поворот, что называется, в обратную сторону, обращение вновь к своему Творцу. Выходили к нему вся страна, иудейская, иерусалимская, крестились от него в реке Иордан, исповедуя грехи свои. Вот, в общем-то, сам Иоанн Креститель, вот почему его так глубоко воспринимает народ, почему к нему идут, здесь, в общем-то, для нас становится понятным. В первую очередь, его личность для людей была очень близка, но вот он носил, здесь повествует евангелист Марк, одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный, елокриды и дикий мед. То есть, он жил так, как учил, не так, как там те напыщенные фарисеи и книжники, которые говорили одно, делали другое, для людей его образ жизни был понятен. Второй момент, он жил не как другие, он жил в пустыне, как настоящий отшельник, как пророк. Пророка не было уже 300-400 лет, народ уже изголодался по голосу пророческому, а иудеи знали, что перед пришествием Мессии должен явиться Илья. И вот Иоанн по своему образу жизни был похож на Илью. Он ел акриды или дикий мед. Ну, акриды, это здесь мы понимаем саранчу и насекомых, или насекомых, да, насекомых, то есть саранчу, который закон не запрещал вкушать. Либо здесь речь идет о неком сорте бобов, которые ели самые бедные. Ну и дикий мед. Сам же Иоанн Креститель, вот будучи настолько личностью огромной и великой, и к которому стекалось огромное количество людей, он говорил о том, что он не есть вот тот, которого надо ждать. Он всего лишь посредник или проводник. То есть он говорит о том, что за мной идет сильнейший меня, у которого я вообще даже не достоин подойти к его сапогам, развязать ремень обуви с его ног. Бог, я, говорит, крестил вас водой, он будет крестить вас Духом Святым. То есть вода, она очищает тело, а Дух очистит вашу душу. То есть вот насколько здесь выражается его глубокое смирение, что он говорит, что я всего лишь посредник, за мной идет сильнейший. Все это, безусловно, в сердцах людей возбуждало огромное доверие к этому человеку, огромное желание идти к Богу. Вот такое Евангелие в сегодняшний день одно из таких Евангелий сегодняшний день мы слышим. Мы читали Евангелие от Марка, первую главу с первого по восьмой стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.